Приветствую вас, Энна. Ну, в первую очередь хочется сказать, что вы не задаете вопрос никакой. Вот. То есть, не формулируйте вопрос. И совет, в чем именно, в чем конкретно вы хотите. Потому что, ну, опять же, да, не совсем ясно, в каком именно направлении вы хотите действовать. Вот. Какую проблему вы хотите решать сами, вы сами, да? Ух, это, это такой момент. Один момент. Другой момент. В том, что вы описываете зависимые отношения. Вы вот, вы описываете, к сожалению, вы описываете такие очень зависимые отношения, да? Где, а, ну, есть, а, недоровый элемент. Вот. То есть, вы описываете, ну, вы описываете, а, как бы, очень, а, такие, такие специфичные, недоровые моменты. Вот. А, ну, свою маму вы не переделаете. Она будет, она будет вести себя так до тех пор, пока ей это выгодно. Вот. И, соответственно, вы можете изменить только свое отношение к ней, да? Вы можете изменить только свое восприятие себя, вот, и тогда что-то получится. Вот. Для этого необходимо поработать с вашими чувствами, эмоциями, да? Которые вы испытываете. Эм, переживаниями, которые вы ощущаете. Эм, личными границами, которых, которых у вас либо нет, либо, они достаточно слабые. Вот. Эм, ну, может быть, может быть еще какие-то, да, элементы, эм, всплывут, эм, вот. Со временем, эм, ну, то есть, в процессе работы, но пока, вот, так. Понимаете, эм, вы, как бы, эм, взвалили на себя, вот, обязанность за маму, да? Потому что она жалуется, вы, в данном случае, получается, ее, как бы, жалеете, вот. Но, жалость в данном случае, да, и, ну, в общем-то, в большинстве случаев жалость чувствует очень деструктивно. Ну, вот, оно отрицает эм, выбор человека жить, эм, так как он хочет, так как он выбирает, вот. А не, этот выбор, эм, как бы, отрицается при наличии жалости, вот. И, соответственно, эм, значит, продвигается некоторая идея несправедливости, идея несправедливости, эм, того, что с человеком произошло. Итак, смотрите, значит, во-первых, Анна, психологи не дают советов. То есть, эм, мы поможем вам разобраться в себе, но, но, эм, психологи не дают советов, это первое. Второе. Эм, у вас есть, как мне кажется, обиды на маму, эм, у вас есть, эм, может быть, злость, подавленная на неё. И, эм, это может мешать вам по отношению к ней вести себя, эм, ну, эм, свободно. Вот. Понимаете, да? Дальше. Так. Мама очень давно в разводе, тяжелая жизнь дала отпечаток, наверное, на характер после развода, замуж она не вышла, не вышла, не хотела. С её характером, друзья, у неё немного странные, постоянные конфликты. Ну, вот здесь вы говорите про маму, да? То есть, как бы, ну, что вы, вы, как будто, как бы, жалейте её, но в то же время, оооо, на неё жалуются. Да, с ней тяжело общаться, она, наверное, начинает жаловаться. Ну, мне кажется, кажется, что вы, в какой-то степени тоже это делаете сейчас, сейчас. Дальше. Судя, наверное, была строгой матерью, ооо, только её мнение правильное, постоянная критика и осуждение в мой адрес. Ну, это вот, как бы, и есть. Так, жалую вас сейчас, вот, потому что, вы не формируете, исходя из этого запроса. Была фраза, пока ты живёшь со мной, будешь делать, как я скажу. Ну, как бы, вот хочется спросить контекст. Да, то есть, вот, вы это пишите, в каком контексте. Похвала почти не было. И что это для вас означало? Часто я прибавлю настроение, особенно у меня с другими людьми. Крыки, когда я не дома в десять вечера. Так как ей надо спать, а я не дома. Контроль моей личной жизни. Вот, Анна, а для чего вы это пишите? Ну, то есть, вот, зачем, да? Сейчас от мамы я слышу только одно. Что она осталась одна, что её, так, могла даже залить в мою сумку, причём она не понимала, что я уже не ребёнок. Ну, вот, есть обиды, обиды, чувствуется обиды. В 28 лет я получила работу за границей веку, а сейчас от мамы слышу только одно. Что она осталась, что её жизнь кончила, она в тюрьме, у неё всё болит, она умрёт в одиночество. Эм, опять же. Это вызывает у вас чувство вины перед ней. Когда у неё нормальное настроение, она с утра до ночи заваливает в WhatsApp меня вопросом. Что вы ели, куда вы идёте, какие планы, что заработать. При этом я интроверт, мне тяжело общаться каждый день на пустые темы. Ну, смотрите, смотрите. Я не думаю, что если вы испытываете тяжесть при общении с людьми, ну, с другими людьми, или если вы испытываете тяжесть при общении с людьми. общение, как вы говорите, на пустые темы. Это значит, что вы интроверт. Я боюсь, что непрометно вы себя с легкой руки наименовали, но это еще не факт, что вы интроверт. Это действительно может быть тяжело, но причина, по которой вам тяжело, может быть не в том, что вы интроверт. Причины могут быть другими. Дальше. На пустые темы. Что значит на пустые темы? Причина живет молодым человеком, у нас в нем своя личная жизнь. Я понимаю, а к чему это? Мамы этого не понимают. И что это значит для вас? Как вы себя чувствуете? Вчера на обед начало писать мне это. Я слышала, брат, с ней о чем, когда я сказала, что у нее настроение, где сейчас общаться. Хочу просто помолчать и отдохнуть после работы. На меня вылез потоков виния, что я никогда с ней не стремлюсь, мне на нее плевать. Я считаю, что она поняла, что каждый теперь сам по себе. Это это манипуляция. Манипуляция чувством вины. При этом она вам нравится лезть в мою личную жизнь. Дай бог, я один своего парня, выйду замуж и буду несчастна. Ведь ей ведь не, я к нам не нужен. Никакие разговоры будущем с ней не помогают. Она взрывается на этой встрече, плакает, посылает, говорит, чтобы я с тобой любакой. Она совсем не понимает, что это будет, чтобы мне жизнь и моральное состояние. Потому что мама не работает, но мое не надо того обеспечить. Обеспечить ей. Ну, есть, конечно, условность в том, что ваша мама не хочет, чтобы вы хотели замуж, да? Она хочет, чтобы вы привязаны были к ней. Вот это здесь довольно классический такой момент, довольно классическая эта история. Здесь, к сожалению, вот, ну, классическая история, потому что это, ну, это не только вот с вами, да, это, ну, и, к сожалению, вот такие родители, они ведут себя таким образом. Довольно часто, вот. Значит, мама не хочет, чтобы вы выходили замуж. Она не боится, действительно боится, совершенно одна. И она прибегает к единственному, к единственному способу, это вот, ну, манипуляция такая. Да. То есть это, я бы сказал, что больше вопрос к вам, да, вот, как вы реагируете на эту манипуляцию и чего, собственно, вы хотите, хотите. Потому что вы выбираете обеспечивать ее финансово. И пока вы ее финансово обеспечиваете, у человека, к сожалению, отсутствует ответственность, какая-либо ответственность за себя, за свою жизнь, вот. А у вас, мне кажется, растет ожидание. То есть, мне кажется, вам сложно признать, что ваша мама, она полностью дееспособна, и вы боитесь отказаться от позиции, что мама может справиться здесь без вас. Именно, именно из-за чувства вины, которая вам, мамы привиты. Вот. Это, ну, то, как мне видится эта ситуация, да. И, соответственно, с чем мы на работе, да, с обедами, с виной, с личными границами, вот. И, ну, немножко подкорректировать, как бы, коммуникационную сторону вопроса, чтобы вы могли, ну, как бы, более качественно выстраивать общение, выстраивать отношения с людьми. Вот. Там, вне зависимости от того, интроверства или нет, да. Вот. Вот, примерно так. Мне думается, что есть некие еще требования со стороны мамы, вот, которым вы считаете обязаны следовать. Которые пытаетесь выполнить, ну, выполнить, да, пытаетесь их оправдать, вот. И, соответственно, у вас это не всегда получается. И вот, когда это не получается, начинаете почувствовать вину. Я также думаю, что есть ситуация, когда вы чувствуете агрессию, я могу почувствовать ее, почувствовать некоторую агрессию у вас. Ну, ну, вот, именно о вашем тексте, я ее чувствую, вот, я чувствую агрессию. Я думаю, что это тоже очень важный момент, очень важная история, вот, на которую вам нужно обратить свое внимание. Вот. Ну, в целом, наверное, это все, что я хотел рассказать, да, потому что, условно говоря, вы только пожаловались, вы не... И попросили совет, хотя психологи советов не дают. Вот. А в каком направлении вы хотите двигаться, здесь не совсем понятно. Может быть, вы считаете, что ваша мама, ну, так, к примеру, должна изменить, может быть, вы считаете, что вы должны под нее подстроиться. То есть, я бы сказал, что вот эта неопределенность, да, она выдает некоторую вашу неготовность или страх перед тем, чтобы двигаться, дальше двигаться вперед. Вот. Вот. Ну, в этом нет ничего ужасного, вот, это вполне нормально, что вы можете, ну, что вы можете бояться перемен каких-то. Вот. Ну, например, психолог, психолог может вам помочь этот страх преодолеться и двигаться туда, куда вы хотите. Вот. Если, повторюсь, если у вас есть такое желание, то есть помочь можно только в том случае, если вы сами этого хотите. Вот. Если вы, как бы, не знаете чего хотите, да, в этой ситуации, то можно, ну, помочь вам это разобрать, можно помочь вам разобраться в этом. Если говорить о совете, то, ну, с моей точки зрения, вам нужна, как бы, психотерапия, потому что те, например, негативные истории, которые есть у вашей мамы, да, негативные моменты, паттерны поведения, они могут повлиять на вас, и вы можете следовать родительскому сценарию, в котором вы остаетесь одна, без, ну, без пары, без мужчины. Вот. И это тоже достаточно, как бы, ну, я не думаю, что особо желательно для вас. Вот. Поэтому, скажем так, влияние негативного сценария нужно тоже исключить. Исключить. Вот. Это, на мой взгляд, ну, здесь необходимо, вот. Такая вот история. В этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я надеюсь, что мой ответ был вам интересен, да? Вот. Я желаю вам всего самого доброго и удачи вам. Гoli razón. Надо вам crucial nenhum Tucотар, вы 96. Ибо говоря, вы можете замерψать этот тuchiонел. Продолжение следует...